Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и биографией. Сэр Уильям Аллан, выдающийся шотландский исторический художник, известный своими сценами из русской жизни, стал президентом Королевской Шотландской Академии и получил звание Королевского Академии. Родился в Эдинбурге в 1782 году. Получил образование в средней школе Эдинбурга под руководством Уильяма Никола, компаньона Роберта Бернс. Учился у Джона Грэма в Академии Попечителей. Приехал в Лондон, поступил в школу Королевской Академии. Его первой выставленной картиной был «Цыганский мальчик с ослом» в 1803 году в силе Джона О. Пи. Не допившись успеха в Лондоне, в 1805 году отправился на корабли в Россию, но потерпел крушение в Мемеле, где он собрал средства на оставшиеся путешествия, написав портреты голландского консула и других. Затем он отправился по суше в Санкт-Петербург, пройдя через значительную часть русской армии по пути к Аустерлицу. Выучив русский язык, он путешествовал по внутренней части страны и провел несколько лет в Украине, совершая экскурсии в Турции, Татарии и другие места, изучая культуру казаков, черкесов, татар, а также собирая оружие доспехи. В 1809 году его картина «Русские крестьяне празднуют» была выставлена в Королевскую академию. Его желание вернуться домой в 1812 году пришлось отложить из-за французского вторжения в Россию. Смог вернуться в Эдинбург в 1814 году, а в 1815 его картина «Черкесские пленники» привлекла внимание Королевской академии, хотя и не нашла покупателей. Однако сэр Вальтер Скотт, Джон Уилсон и его брат Джеймс и другие организовали для нее лотереи, собрав 100 подписчиков по 10 фунтов стерлинга с каждого, и картину выиграл Фрэнсис Умис Чаттерис, девятый граф у Эмис. Алан остался в Эдинбурге, хотя его картины не нашли покупатели среди его соотечественников. Некоторые из них были куплены великим князем Николаем во время его визита в Эдинбург, что привело к повороту судьбы художника. Алан впоследствии нарисовал несколько сцен из шотландской истории, новинной романами сэра Вальтера Скотт. В 1826 был назначен директором попечительской школы в Эдинбурге, должность которой он занимал несколько лет до своей смерти. Вскоре после этого здоровье пошатнулось, ему угрожала слепота. Чтобы восстановить силу, он отправился в Рим и, проведя там зиму, отправился в Неаполь, Константинополь, Малую Азию и Грецию. В 1832 жил на Скотт-энд-стрит-8 в новом городе Эдинбурге. В 1841 году отправился в Санкт-Петербург. В том же году сменил уимки на посту советника королевы в Шотландии, за которым, как обычно, последовало посвящение в рыцарей. Последние годы жизни Уильяма были заняты батальными полотнами. Умер от бронхита в своем доме в Эдинбурге 23 февраля 1850 года. Похоронен на кладбище Дим в Эдинбурге. Вот так вкратце о удающемся шотландском историческом художнике Сэре Уильям Алла. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok